Два года у нас хоть тепло. Зинаида Сергеевна с мужем, отработав на стройке по семь лет, честно заслужили квартиру. Когда 30 лет назад заселились в дом номер 32 по улице Советская Выстри, стало понятно, что жить они будут здесь не одни, а по соседству с плесенью. Ну вот этот угол я мою каждый раз или антисептиком от плесени, или пилизной, но всё равно идёт плесень дальше. В угловой квартире дома чёрная плесень живёт на стенах во всех комнатах. Вон какая грязнота. Капитального ремонта в доме не было, аналогичная ситуация и в соседних квартирах. Здесь этот шкаф весь чёрный, весь как бы в такой состоянии, что не хочется ни ремонт даже делать. Дочь обработала этот угол, этот белизной. А вот в этой комнате хозяева всё-таки решили сделать ремонт. Поклеили свежие обои, обработали углы, но, как видим, уже и на новых обоях проступают снова пятна плесени. Дети болеют, и без конца у нас. По три недели с кашлем сидим, и температура. Дом панельный. В этом году начали замазывать швы, готовя здание к покраске. Но работы ведутся словно по какой-то тайной схеме. Выборочно. По швам, по геометизации, что не смешно? Клеточки стоят эти. Что делать? Если покраска дома, надо все что-то пройти. Покраска дома входит в программу комплексного благоустройства дворовых территорий, которые здесь начали в августе текущего года. В начале августа пришла организация, откуда-то с Новосибирска, у черта на куличках она находится, разобрала вот здесь все, как вы видите. И в таком состоянии все осталось. С администрацией непосредственно связывался несколько раз. Они обещали, что проведут новый конкурс. Провели его 27 сентября. Сказали, что заключается контракт на проведение работы. Но, как видите, до сих пор работы никакие не проводятся. И проводиться, скорее всего, в этом году не будут. Новый подрядчик действительно определен. Это подтверждают документы в открытом доступе. В приложении к проекту контракта срок окончания работ указан как конец ноября. Но люди уже не верят, что благоустройство будет выполнено в этом году. Ну, хоть бы трап поставили. Ну, так вот я, дед стоит, меня ждет, ждет. А я никак не могу ни ногу поднять, ни опуститься. Мы же все инвалиды. Нет, это не тектонический разлом. Истра не уходит под землю. Это последствия комплексного благоустройства. До начала работ здесь были бордюрные камни, огораживающие парковку. Теперь же парковаться, видимо, удобнее на газоне. Тут были тротуары, хороший асфальт, бордюры новые, детская площадка была. Сейчас детям негде играть. Мусорку раздолбили. Вон, куча от нее осталась. Безобразие. Ну, а по соседству с развороченной мусоросборной площадкой продолжается покраска кирпичных домов. Важнее проблем в городском округе Истра, видимо, нету. И впрямь надо же, чтобы глаз хоть чему-нибудь радовался. Ой, господи, прости меня. Это кошмар какой-то. Издевательство над народом. Елена Аешина, Михаил Моралов, Истра РФ.